Итак, дорогие друзья, с вами Валерий Бовсуновский. Сейчас я скажу только одну вещь. Тесты новичку нужнее, чем опытному. Вы можете, и вы сразу спросите вопрос, зачем. Ребята, вы в то раз быстрее выучите язык. Самое поганое то, что до меня это дошло, вот сейчас, да, буквально через лет 10. То есть я всегда занимался тестированием, но как-то в школе ее не давало. А сейчас получилось какой момент, когда я переделывал школу в 20-м году. Там были старые модули, новые. И я сначала начал руками, потом думаю, да ну его нафиг. Тогда написал тесты, чтобы все это быстрее было. И когда я писал эти тесты, я о себе сижу и думаю, слушай, а что я не даю это никогда в школе? Потому что ведь мне приходится соображать, что должно произойти. Так если ребята будут соображать, значит же они выучат язык в разы быстрее. Поэтому к моему стыду, раньше я это как-то, ну, упускал тесты. Почему? Многие говорят, что тесты, мы сейчас практикой займемся, тесты нужны там для того, чтобы отладить программу, и все доводы будут правильные. А я скажу сейчас, вот для начинающих, тесты важнее, чем для профи. Выучите язык. Давайте к делу. Итак, отвлекусь еще одну секундочку. В школе мы изучаем тестирование просто с настройки среды, все подробно-подробно, чтобы уже брать и тестировать. И в одном разделе будет изучение PyTest, мы будем с ним работать. Я сейчас расскажу изучение, работа с Жанго, но разные. По сути дела, нам надо по минимуму три вида тестов. Их довольно много, но нам надо по крайней мере три. Нам надо интеграционные тесты, когда нам, допустим, в Жанго приложении одни компоненты с другими работают, либо модульные тесты. Грубо говоря, проверять какие-то куски. И кроме этого, со временем вам понадобится, когда вы уже будете в свои приложения писать, тесты покрытия. То есть все ли строчек кода участвуют. Но об этом пока мы убираем размышления. Итак, у меня все настроено, я просто хочу, чтобы вы уловили суть. Мы пишем функцию. Функцию сейчас напишем на основе видео, которое будет в описании. То есть там как раз мы рассматривали метод split-строк. Иными словами, ребята, давайте к делу. Посмотрите это видео, будет понятно, что это за метод, мы его там применяли. Хорошо. Пишем. Берем sum, самую простую функцию. Будет два параметра. Param1, param2 и далее самое простое. Param присвоит значение param1 плюс парам2. Дальше сумм парам присвоит значение парам. Сначала проведем присвоит значение param1 плюс param2. Нет, пока это не будем мешать сейчас. Вернем просто. ретром парам. Перейдем в тесты. Напишем тест. Итак, для того, чтобы тестировать, нам надо, первое, понимать, что происходит. Ведь новичку этого не хватает, ребята. Да, читает документацию, да, а что происходит. А если взять и все-таки понимать, прогнать через свой опыт, извините меня, в раз сто быстрее разовьетесь. Сто процентов. Итак, давайте возьмем самый простой пример. Возьмем числа. Прибавим два числа. Напишем тест. Наша сумма, да, функция сумма. Пишем тест. Дев. Тест сумм. Мы называем тест, я сразу буду рассказывать, по, как называется наша функция, только добавляя слово тест. Далее. Мы можем здесь сделать вот так, чтобы нам легче было не импортировать функцию. у нас есть парам 1, парам 2. Здесь мы можем для себя в начале написать, да, основные операции. здесь мы делаем пока парам 1, парам 2 может быть number string, то есть учитесь описывать number string и дальше у нас операция, да. Вот это вот будет неверно, потому что потом, что еще даст тестирование, вы начнете, во-первых, в программах начнете соображать, вот откуда мысль будет рождаться, а, так не работает, а вот так попробую. Потому что очень большая ошибка, я иногда читаю, вот я написал программу, теперь хочу написать тесты. Подожди, а как ты писал программу без тестов? Странно, да? Если писал с тестами, было бы идеи раз 200 больше. Развиваем сразу. Но мы говорим о новичках. Тест сумм. Итак, берем так, парам 1 присваиваем значение 5, парам 2 присваиваем значение 5, самое простое. парам присваиваем значение парам 1 плюс парам 2. Мы это могли не писать, но ладно, я так. Берем следующее. Переменную а возьмем знаете что? Переменную парам. Сейчас поясню. Теперь я просто привык, вот здесь ко, а курочка по зернышку клюет. Пространство имен добавил, да? И нашу функцию сумм. Отлично. Ассет. При помощи обычного ассета, то есть утверждения работает PyTest ассет значится парам равно 10. Для того, чтобы создать тест, нам надо указать начальные параметры. Сейчас, если мы запустим тест, функция не отработает. Давайте попробуем запустить. Запускается PyTest, наш файл test-app так, mine-app секунду, я увидел, что я не перешел в директорию. так. Сейчас я быстренько делал. Извиняюсь. Так, все, теперь все правильно. Итак, мы еще рассмотрим, почему PyTest. Итак, смотрим. Сразу мы получаем исключение, если у нас не подтянут, как я говорил, говорю ребятам школы, что изучите функции. два позиционных параметра, мы можем их прямо сюда и вбить. 5-5. То есть, я говорил, что вот это нам, по сути дела, можем закомментировать. Мы напрямую работаем сейчас с функцией, то есть, то, что происходит конкретно в нашей функции. Вот это можем убрать, если бы нам было импуты нужны. и вот это можем убрать. И опять запустить наш тест. Это неинтересно. Интереснее другое. То есть, убедились, наш тест заработал. Давайте сначала проверим один вопрос. Итак, как тестировать? У нас есть функция, самая простая. Что-то к чему-то прибавляем. Значит, нам надо указать входные данные. Входные данные мы указываем число 5 и 6. Дальше команда asset, то есть, утверждаю, что парам, то есть, сумма 5 и 6, а сумма откуда берется? От того, что происходит с самой функцией. Мы с функцией напрямую работаем. 5 плюс 6 равно 10. Нет, точно не равно. Но PyTest, он очень умный. Поэтому мы вводим тест и добавляем буквочку введ. Вывести нам подробно. И здесь PyTest вершит чудеса. Действительно, 5 и 6 и 11 не равно 10. Он пишет E, это исключение, это исключение, все это мы изучаем в школе. и далее. FILET 11 равно 10. Бред. То есть он вывел и показал. А теперь давайте посмотрим, как это влияет на изучение языка. А мы тестируем методы. Видео, которое я говорил, посмотрите, еще раз напоминаю, чтобы это не реклама, просто там я, чтобы не отвлекаться на SPLIT. Мы, нам понадобился, чтобы строка преобразовывалась в список. Метод SPLIT. И, по сути дела, чтобы это все работало, нам надо сначала понимать, как он работает. Вот тут нам тестирование в радость. Значит, что мы делаем? В нашей функции добавляем нечто. Возьмем переменную SP, присвоим ей значение param, иными словами, ведь будет что делаться, мы себя рассуждаем, вводится одна строка, уже будем со строками работать, плюс вторая строка. Дальше, вот эта строка, которая сложилась, должна преобразовываться в список, при помощи метода SPLIT. Пока ставим круглые скобки и все. И уже возвращаем не param, а возвращаем SP, то есть последнее преобразование. Получается, раннее действие у нас просто суммирует, мы указываем два обязательных параметра, param функция суммирует какие-то два слова Вася плюс Петя. Дальше, следующая переменная применяет уже суммированное слово и переводит, переводит нашу строку в список. Иными словами, мы себе берем еще один тест, test SUM SPLIT, SPLIT STRING, то есть с названия теста нам понятно уже, метод SPLIT со строками. И что у нас должно получиться? По сути дела, у нас на входе, входе, мы должны вести два слова. Я буду программировать. Ребята, будете в моей школе 100%. На выходе я должен получить что? Это я про себя рассуждаю, как так, вот это я хочу в комментарии, что вы тоже рассуждали, то есть суть ловите, суть ловите, ребята. Я должен получить список и в ней строку я буду программировать. Оба-на! То есть в один я ввожу я буду, во второе программировать и давайте я уберем это, чтобы оно не путало сейчас вас. Буду программировать. Вы будете программировать 100%. И на выходе должны получить список со строкой. А здесь у нас должна быть строка. А теперь проверяем так ли это. А таких моментов, а когда итерации, то есть пересчеты это очень много. И нам надо сейчас немножко переписать. Значит вот это все происходит с функцией. Нам надо только сравнение написать. Значит это мы можем убрать. это убрать и пишем. Запомнили? Первое. Определить, что мы хотим получить. Ребята, я извините, опять скажете, что я многословный, но именно в этом и есть суть тестирования для новичка. Одно дело прочитал, ну понятно, непонятно, а другое дело, я четко должен разобраться, а что же происходит. Это и есть настоящий разбор прогнать через свой опыт. пишем, берем, смотрим на функцию, что у нас возвращает в функцию? SP, значит с него мы должны начать. Все просто в написании программ по тестированию возвращает. Что возвращает, то и пишем. SP присваиваем значение. Ко это еще раз вернусь, просто мне так удобнее, как пространство имен. Курочка по зернышку клюет, это я вам говорю, что каждый день по чуть-чуть и все будете программировать. Сум наша функция. Дальше я пишу, я строку пишу, буду писать и правильно и неправильно буду программировать. Я пишу, сейчас проверяю, намеренно с большой буквы, по всякому можешь писать, тесты быстро пишешь. Дальше asset. Я утверждаю, что sp моя переменная равна в этом моменте расскажу один очень маленький нюанс, чем отличается pytest от unit test. В unit test вот так равно вы не поставите. Вам надо будет оперировать командами, допустим, assert.coil это равно, то есть утверждаю равно. Иными словами, там построено на ООП. Но даже сложного там тоже ничего нету. Мы рассмотрим unit test. Но смысл такой, что pytest имеет примерно 800 библиотек, 800 плагинов, и с него и unit тесты можно запускать, поэтому есть смысл изучать pytest. И он простой. Не надо дурить голову никакими словосочетаниями, поставила равно, либо не равно. Все. И пишем вот это то, что у нас забито в основные параметры. На выходе мы должны получить. Что мы хотим получить? Список со строкой. Почему мы это знаем? Потому что когда мы изучали документацию, изучали, рылись в интернете, смотрели и видим, что на выходе мы получаем список, но до конца вроде как недопонимаем. А вот когда уже начинаем с тестами писать, то хочешь не хочешь разберешься. И пишем буду буду и самое главное, ребята, пай-тест вам подскажет, что правильно делать. То есть одно дело, понимаете, искать по интернету, а другое дело дойти самому. Это уже железно ваше. Запомнили? Не запомнили? Следующий раз увидите, точно будете понимать. Итак, все, наш тест готов. Запускаем. Возможно будет ошибка, я ж не знаю. Пай-тест пай-тест наша тест. Сначала выведем скромно. Мало информации. Мало, да? Но уже видим, смотрите, то, что мы предложили, то, что мы записали, у нас вывело вместе уже. а мы предполагали, что будет две строки раздельно. А здесь одна строка. Ага, да, Петриевым. Оно вывело одну строку. Значит, где-то что-то еще можно доделать. Ну, хорошо, давайте попросим пай-тест вообще вывести. Для этого поставим слэш и флаг в. Выведи нам подробно. О, вот тут он, ой, как он умеет, хорошо, расписал. расписал. Е, Е читается как исключение. Эра, эра, эра. Читается, читает, смотрим. Буду программировать написанное вместе одной строкой. Обращайте внимание, ребята, на типы данных. Здесь мы предполагали, что будет две строки и раздельно. Неправильно. И дальше он расписывает подробно. реконтайнс и поехали. Что там не так? И дальше указывает даже что, что у нас. Нам надо вообще пробел. Дальше. И тут, ребята, смотрите, что он нам подсказывает. Почему я говорю? А вы вот подумайте. Помните, я сказал number string, number string, число строка. Хорошо. Это сейчас мы пишем. И тут вы допетрите. А если пользователь будет вводить либо число, либо строку? Извините меня, складывать строки и складывать число, а если число и строку, и вы обязательно со временем допетрите. Надо написать исключение, чтобы либо указать только строки вводить, либо только как-то разобраться, потому что он уже пишет атрибуты error. Он предупреждает нас в PyTest, что int не получится ввести. Здесь не получится ввести числа. Он нас предупредил. Значит, за что мы это убираем? Это мы только подумали там. Ага, он нас научил. В школе мы разбираем все эти буковки, все, оно настолько классно. Ладно, давайте к самому тесту. Что-то не то. По сути дела, вот что тест, вот то, что мы здесь, наша функция делала, да, то, что наша функция делала, оно у нас преобразовалось в одну строку, а мы когда вбивали параметры, мы вбивали две строки. Ну, ребята, и как быть? надо же как-то добиться теста. Давайте пробовать. Сначала пойдем путем неправильным. А каким? Давайте на выходе уберем тогда, получается, у нас должна получиться одна строка, во, допетрили, слава богу, буду программировать. Здесь оставили пробел. Видите, у нас пробел. Я, чтобы экономить время и не набирать, вот здесь еще добавлю V, то есть подробно рассказать, и вбиваю. Опять, опять, теперь смотрим. Ошибка. У нас то, что мы запрограммировали одна строка и вместе, а мы на выходе предполагали, что будет раздельно. Так так же и ребенок разберется в программировании. Раздельно, да, то есть мы предполагали, что будет отдельно. Значит, что нам надо сделать? Давайте попробуем дочитать. Давайте дочитали, 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 посмотрели в интернет. Давайте попробуем все-таки, что там еще за хитрости есть. Вот так сделать, сюда добавить. И опять запустить. и опять смотрим. У нас пробел, он указывает. У нас пробел. Ну, реально, вот тут без пробела, вот тут у нас пробел. Вот он прямо показывает вопрос, а какого черта у тебя пробел? И тут вы начинаете понимать, что вам надо как-то решать этот вопрос, когда будет человек вводить. Хорошо, давайте попробуем здесь, вот так сделать. Сделать пробел. И ввести. Ага. Int объект, но атрибуты не поддерживает что-то не то сделает. Попробуем вот так. С его не то вел, с него не убудет. Сейчас посмотрим, разберемся, просто я все быстро делаю. Так. Поехали дальше. что-то опять не то. Пересматриваем здесь. Здесь все-таки мы сделаем по-другому. Ставим здесь запятую, а тесты давайте пересматривать. Что-то здесь не так. Что-то здесь не так. а не так у нас то, что пайтест нам говорит, слушай, друг, ты же написал одну функцию и вводишь числа и числа, а он прочитал, что у нас же есть тест по числам, и он пишет, что нифига не пойдет, а потом ты пишешь на эту же функцию строки, давай что-то определяйся. Ладно, мы заткнем ему рот, заткнем просто, попробуем убрать обязательные параметры. Вот сколько можно работать. И теперь попробуем вести. А это у нас тест сумм. тест сумм. Правильно, ребята, наконец-то, смотрите, наконец-то разобрались. Стоп. Смотрите, наконец-то разобрались, да? И хочешь, не хочешь, мы дотумкаем, а в чем же дело? А вот то, что я вам говорил в начале, ребята. это? Мы то дописали функцию сплит, но сам тест, то у нас написано сначала сумма чисел, а потом вдруг мы добавляем метод, метод начинает отрабатывать сплит, который работает только со строками. и поэт тест говорит, нифига не пойдет. Ну что ж, давай-ка попробуем, что значит надо, как нам убрать. Оказывается, вот как допетрили, а? Ой, как допетрили. Берем и сейчас мы с вами сделаем V и чтобы мы это тоже в школе все изучаем, поставим флаги R F S и нажмем Enter. Оба-на! Слава Богу! Все четко расписал. Мы указали, что показать все сбои и пишем TESUM 43 строка ищем 43 5 плюс 6 дальше смотрим но смотрим нашу функцию у нас то дальше стоит самой функции сплит а тест мы писали по сумме вроде как так но тест говорит что парень ты определись либо ты с числами работаешь с методом сплит либо то есть убирай сплит либо меня давай этот мой меня как тест тоже убирай потому что я не пропущу ну что ты голову дуришь взял написал поприбавлял а потом ты хочешь чтобы у тебя функция и числа обрабатывалась методом сплит и строки да да тогда смысл ты почитай здесь все строки здесь чисел нет если хочешь число пиши пиши вот так как строку ну тогда это будут уже не строки иными словами он нам все показал и дальше он пишет что атрибуты эра чисел сплит не может быть первым делом что мы делаем этот тест мы убираем мы допетрили что если сплит пошли со строками либо надо другую функцию переписать так поехали дальше теперь давайте проверим как наш тест отработает все оказывается у нас все работало оказывается мы решили работали с числами а нам пайтест сказал определяться но теперь давайте уже преднамеренно сделаем исключение вот здесь поставим маленькую букву и посмотрим черта с два пайтест бдит и мы четко понимаем буду программировать с большой п не равно буду программировать с маленькой п буду программировать он показывает не равно и кареткой показывает ошибку круто ребят ну что еще вопрос вот каретка п и здесь вопрос каретка п ну подождите чуть-чуть позаниматься пайтест он вам он вам показывает как язык учить ребята а ведь еще столько там то что мы в школе изучаем много интересного просто надо сочетание клавиш флаги выучить то есть там все просто сделаешь прогалочку посмотрел и все иными словами подводим итог ребята новичку нужно нужно тестирование для того чтобы в сто раз быстрее выучить язык давайте плюсы плюс первый во-первых научитесь тестировать во время тестирования смотрите сколько у нас вариантов было пока мы не доперли ну понятно что я все это создавал искусственно но тем не менее вы будете допирать вот в это время приходят идеи второй момент и самый главный вам придется представлять когда вы решите что-то протестировать вам надо понять что будет тестовом и что будет на выходе иными словами вам придется однозначно понимать тот же метод сплит кроме этого с тестированием мы допустим в данный момент вы узнали что оказывается сплит не работает с числами и даже не получилось так что вроде бы тот тест который мы написали который мы написали да но он все никак не мог пропустить правильно успокоиться потому что не работая с числами хотя мы пытались и так и сяк но самое главное что входные данные результат и то что в голове вы все это прокрутите как я говорил курочка по зернышку клюет потихонечку помаленечку шаг за шагом а потом вы будете писать намного более сложные тесты но самое главное что язык вы будете знать быстрее в сто тысячу раз это сто процентов потому что у вас уже есть самоучитель в школе мы разбираемся есть отдельный раздел спасибо спасибо